Здарова, кентухи, лютые. Поговорим про спрей. Частая тема в игре, что ты умеешь спрейить, но иногда максимально жестко не заходит. Как избавиться, конечно, не от всех, но от большинства плохих спреев? Легко. Идем на полигон, берем прицел, любимую рукоятку, магазин. Находим три цели, ближнюю, среднюю и дальнюю. И погнали, по 10 спреев в каждую. Каждый увод в сторону отдачи максимально контролем. Улетело влево, дергаем вправо и наоборот. После 10 спреев по каждой цели, начинаем жесткий таргет свитч, смену целей, ну? Между ними. То есть начинаем сначала со сложной цели, стреляем по ней 20 пуль, потом свитчем в легкую и стреляем по ней 20 пуль. Потом наоборот. И так по 10 спреев на каждый сценарий. Смысл этой тренировки состоит в том, чтобы привыкнуть к разной дистанции для спрея и уметь ее изменить. Потому что она будет встречаться в игре постоянно, и рука, соответственно, должна будет двигаться вниз и в стороны с разной скоростью. В игре существует такая механика, как сброс отдачи при стрельбе. Когда после первой пули, вторая и третья летят практически туда же, куда и первая. Сейчас покажу разницу между обычным спреем стоя и сидя, и спреем с таким способом. Получается вот такой спрей-паттерн. Делается это так. После движения или во время полной остановки, неважно. Нужно нажать «Сесть» и сразу ПКМ. Либо «Встать» и сразу ПКМ. В момент ПКМ нужно начинать стрелять. То есть у вас должен быть хороший АИМ, чтобы сразу навестись на цель. Таким образом, первые три пули полетят одинаково хорошо. Дальше нужно будет немного подконтролить отдачу и готово. Все знают вот этот быстрый пик со спреем. Но, если выйти на такой же повторный пик, только сидя или стоя, то отдача уменьшится так же, как и в предыдущем случае. После такого пика можно полностью сбросить отдачу и начать повторно такой же заход, но уже с другой позиции. Потому что если просто встать и повторить, то отдача не погасится, ничего не изменится. Но даже один шаг в любую сторону позволит обнулить этот момент и полностью повторить мув. Неважно, стоя или сидя. Основная проблема АФК-спрея – это непредсказуемость горизонтальной отдачи. Это можно почти полностью исключить, если начинать АФК-спрей и останавливать его после нескольких пуль. После чего начинать спрей повторно. Таким образом он будет эффективнее и проще для контроля, чем если просто сесть и заспрейить. Потренируя такой спрей на полигоне, вы сможете очень часто его использовать и попадать наибольшим количеством первых пуль. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Тренируйтесь, побеждайте. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok